Всем привет! Меня зовут Елена, вы на канале за мечтой дайвинг и путешествия. И сегодня у нас очередное видео с Филиппин. После острова Малопаскуа мы отправились нырять в местечко под названием Малбол. Так что присаживайтесь поудобнее и погнали дайвить! После достаточно долгих поисков жилья мы остановились в Бунгало на первой линии, практически в самом центре самого популярного тут пляжа Панаксама. Я говорю на пляже, но пляжа как такового в Панаксаме нет. Есть бетонная набережная с несколькими спусками к воде. Берег тут каменистый и риф начинается прямо у берега. Дайв-центр, где мы решили нырять, находится буквально в паре минут от нашего отеля. Раньше у дайв-центра были свои бунгало прямо на берегу, но сейчас все разрушено после сильного тайфуна пару лет назад. И из-за ковида, естественно, их еще не успели восстановить. Причала на пляже Панаксама нет. Вот так примерно происходит погрузка на лодку. Лодки у этого дайв-центра небольшие, меньше, чем та, с которой мы ныряли на Малопаскуа. Из-за один выход лодки они делают один дайв, так как почти все дайв-сайты расположены достаточно близко. Самая главная подводная достопримечательность Малголии – это так называемый ход сардин, а точнее просто огромная стая сардин. Как нам рассказали гиды, до тайфуна сардин всегда были примерно в одном и том же месте, прямо рядом с центром деревни. Но теперь они стали курсировать вдоль всего побережья, и найти их стало намного сложнее. К счастью, с поисками нам повезло. Гиды нашли их достаточно быстро в предполагаемом месте. Но зато не повезло с видимостью. Стая сардин действительно огромная, но, к сожалению, они постоянно перемещаются, поэтому, чтобы сделать хорошие кадры и оказаться внутри стаи, пришлось побегать. А еще сардины постоянно оставляют огромное количество какашек, что тоже видимость не улучшает и мешает снимать. Стая сардин, конечно, очень впечатляет. Особенно, когда они разбегаются прямо перед тобой. Но фотографии в интернете, как это обычно бывает, красивее, чем все это выглядит в реальности. Мне больше всего понравилось опуститься под стаи и просто медитировать, смотря на стаю снизу вверх. Очень красиво. Погонявшись за сардинами минут 40, гид вывел нас к рифу, где мы провели оставшиеся 20 минут. Риф оказался не сильно интересным, за исключением одной смелой креветки богомола, а также нескольких черепах. Продолжение следует... Особо впечатлила эта последняя. Зацените размер. Следующий по популярности дайв в Малболе – дайв около маленького острова Пескадор. Сюда мы ходили два раза и абсолютно не пожалели. К острову также возят на снорку. Верхушка рифа, на мой взгляд, не очень интересная. Как нам сказали, она тоже сильно пострадала после тайфуна. Хотя прямо рядом с местом, где паркуются лодки, живет пара рыб-легушек, но увидеть их с поверхности очень сложно. Зато соскубой за этими милыми и слегка нелепыми существами можно наблюдать бесконечно. Посмотрите, как она дышит под мышкой. А еще это, наверное, единственная рыба, у которой есть лапки. Еще на краю верхушки рифа живут потрясающие красные в тени. КОНЕЦ Сам риф представляет собой достаточно глубокую стенку, покрытую мягкими кораллами и губками. КОНЕЦ Лечение тут бывает достаточно сильное. Первую половину первого дайва мы просто летели вдоль на стенке. КОНЕЦ КОНЕЦ Есть тут и красивая пещера с несколькими проплывами. КОНЕЦ КОНЕЦ Встретили еще одну рыбу-легушку. Какие они все-таки милые, не оторваться. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот, кстати, пример хорошего гида, который может обратить ваше внимание на, казалось бы, самую обычную медузу. КОНЕЦ Благодаря ему удалось заснять электрическую устрицу. Видели когда-нибудь что-то подобное? КОНЕЦ И куда же на Филиппинах без многочисленных голожаверников? КОНЕЦ А это стайка платосов или угрехвостых сомов. Эти сомики, кстати, ядовитые. КОНЕЦ Яд накапливается в железах и стекает по колючкам на спинном и грудном плавниках. Укол ядовитой колючкой, конечно, не смертелен, но вызывает сильную боль и длительное воспаление. Также мы сделали еще пару дайвов на локальных дайвсайтах, хотя, в принципе, они тут все локальные. Один рядом с пляжем White Beach, который мы бы оценили на четверку с плюсом из-за макро, необычных губок и мягких кораллов. И еще один, который нам вообще не понравился, поэтому даже название места не запомнили. Из этих дайвов мне больше всего запомнилась необычная парочка из Рыбы Шар и Рыбы Флейты. Рядом с пляжем White Beach нашли мини-рэк, маленькую затопленную лодочку. Но она лежала достаточно глубоко, поэтому спускаться к ней не стали. Мне понравились эти скопления губок. Выглядят очень необычно и как будто из фантастического фильма. А вот еще одна лапстори, на этот раз два голожаберника. Шпугнули морскую змею. Она называется кольчатый плоскохвост или обыкновенный морской край. А это pipefisher, близкие родственники морских коньков. Конечно, были и рыбки-клоуны, и скорпены, и рыба-крылатки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но и в заключении не могу не обойтись без черепах, которых я встретила, правда, не на дайве, а на снорклинге. Про снорклинг в Малболе у меня есть отдельное видео, ищите по ссылке. Итак, наши впечатления. Не могу сказать, что дайвинг в Малболе нас разочаровал, но после острова Малопасква наши ожидания, наверное, были слегка завышены. Плюс, скорее всего, сыграло то, что после Малопасква нам не понравилось само место. Больше народу, отели похуже или намного дороже, и даже в ресторанах было менее вкусно и дорого. Хотя, по идее, должно быть наоборот, учитывая, что Малопасква – это крошечный остров. И если на остров Малопасква мы однозначно хотели бы вернуться еще раз, то с Малболом мы еще дважды подумаем. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео! Субтитры сделал DimaTorzok